Дня через два мы отправились с Семеном в Киев. Шел Семен без всякой котомки, без посоха. Было ему тогда лет около шестидесяти. Первый день мы мало говорили между собой. У него, я заметил, была на душе какая-то тяжелая мысль. На второй день он совершенно стал другим, повеселел. «Раб Божий!» – начал первый Семен. «Тебе теперь сколько лет?» «Четырнадцатый». Года идут, жизнь с дня на день все сокращается и сокращается, и не увидим, как приблизится конец земной жизни. А там уже суд Божий. Я как-то слышал от грамотных крестьян, они читали Святое Евангелие. Там говорится, что праведники просветятся в Царстве Божием, как солнце. «Ах, ягодка моя, ведь это надо только подумать об их славе. Каково оно будет? Я бы здесь, на земле, готов землю грызть, червям себя отдать, рабочей лошадью быть, поганой собакой быть, лишь бы среди этих праведников быть. Люди как-то этого не понимают». «Потом слышал я также, что грешники будут вечно мучиться в огне. Но это, как ни тяжело, страдать в таковых муках, еще не есть последнее наказание. Самое большое наказание – это то, что Бог навсегда отвергнется от грешников». Семен заплакал. «Для меня муки не так страшны. Страшно лишь то, что Бог лишит грешников своей милости. Я как-то об этом подумаю. Очень становится страшно. Я готов просить Бога не только о всех христианах, но и о тех, которые некрещеные. Всех их становится жалко. Очень жалко. Жалко мне евреев, татар, удавленников, самоубийц. Жалко мне некрещенных младенцев. Всех мне жаль. Даже дьявола жаль. «Вот, раб Божий, что я испытываю в сердце своем. Хорошо ли это или нехорошо, но у меня такое сердце». Слова Семена переворачивали все мое существо. Мне становилось как-то легко и светло на душе. Минутами я плакал. Сердце мое наполнялось какой-то дивной невыразимой радостью. «Семен Самсонович», — спросил я его, — «как мне жить, чтобы угодить Богу?» «Я думаю, вот ты теперь как живешь, если так проживешь всю жизнь свою, то спасешься». Ты знаешь, дедушка Семен, я от Бога ничего не желаю, даже не желаю и быть таким праведником, чтобы сиять подобно солнцу. Но я желал бы всем своим существом любить его так, чтобы больше меня его никто не мог любить. Я бы хотел все, все забыть. Забыть родителей. Забыть дом. Забыть весь мир. Забыть и себя. И превратиться в одну любовь к нему. Пусть я и не наследую Царство Божие. Пусть я и никогда не увижу Христа на том свете. Но я хотел бы быть не человеком, а одной к нему любовью. Я, Семен Самсонович, как-то в лужках молился Богу, и от этой молитвы я чуть не умер. У меня забилось сердце, выступил пот. И я повалился на землю. И в это время я не был собою. Я был только одной дивной, как огонь, любовью. Вот и такой бы любовью я желал быть. Вот и теперь я ничего не прошу у Бога, кроме одной лишь любви к нему. Я хотел бы так любить Бога, чтобы в этой любви мне совершенно истаять, сгореть. И быть вечно только одной дивной любовью к нему. Семен Самсонович слушал меня. Наконец стало вечереть. Солнце близилось к закату. Мы попросились у крестьянина, не помню какого села, переночевать. Крестьянин нас принял с лаской, накормил нас. Под впечатлением дневного разговора мы долго не могли уснуть. Но наконец сон взял свое, и мы заснули крепким сном. Дедушка Семен стал рано. Разбудил и меня. Хозяин нас накормил молоком, яйцами, и мы опять пошли дальше. Семен вспомнил наш вчерашний разговор и начал продолжать его в том же самом духе. Вот, раб Божий Ягорий, ты вчера говорил о любви к Богу. Да, это было мне по сердцу. И что ж, если ты будешь просить у Бога такой любви, Он ведь всемогущ, может тебе и даровать ее. Ты только проси Бога. А было ли тебе когда-нибудь видение какое? Нет. А ведь многим святым были видения. Дедушка, мне ничего не надо. Я очень хотел бы превратиться в одну любовь, чистую любовь к Богу. Меня больше всего к этой любви влечет то, Что сам-то Бог кажется больше себя любит в свое творение. Когда я вдумаюсь, сколько на небе звезд, А на этих звездах, быть может, тоже кто-нибудь доживет. Посмотрю на землю, все зеленеет, цветет, птички радуются, Поют кузнечики, стрекочут. Ах, да как же его не любить? Вот почему я хотел бы весь превратиться в любовь к Богу. Да, дитя мое, любить Бога надо отречься от себя. Говорят, есть великие угодники Божии на старом Афоне. Вот бы там привел Бог хоть один раз побывать, А потом уже и умирать можно. Я за эти слова сразу ухватился. Мне было очень интересно знать, Где этот Афон находится? Но спросить Семена я не мог. Не потому, что как-то еще не проник хорошенько в его слова. Я больше всего думал о любви к Богу. Мое детское сердце в это время, От таких сладостных бесед, Все горело любовью к Господу. Было около полудня. Семен был задумчив. Шли мы лесом. Семен взглянул на меня, вздохнул и сказал, Сойдем немножечко с дороги в сторону и присядем. Я устал. Свернули мы с ним с дороги и сели под дубом. Я горий. Давай-ка помолимся Господу Богу. Он ведь отец наш, Сказал Семен. Семен молился, стоя на ногах, А я стал на колени. Когда же он запел своим старческим голосом «Отче наш» и пал на колени, Тогда сразу загорелось мое сердце Каким-то необыкновенным огнем любви. Точно как в первый раз со мной было в лужках. Слезы заструились из моих очей. Обильный пот выступил по мне. Я не мог удержаться того, Чтобы не утаить от Семена Как такое состояние души моей. Чем дальше пел Семен, Тем все более и более наполнялась Душа моя пламенем Неизреченной любви к Богу. Так жаждал я в это время сгореть И превратиться в это сладкое пламя любви К Господу. Стать одной любовью к своему Творцу. Когда Семен кончил петь «Отче наш», Я уже лежал на земле Совершенно обессиленный, Изнеможенный От того огня, который горел в душе моей. Через час мы встали И отправились дальше. Шли мы молча, Но на душе у нас было спокойно. Солнце уже закатывалось, А до ближайшего села было еще далеко. «Семен Самсонович», — спросил я, «А ты вчера говорил о старом Афоне. Если что знаешь, скажи мне о нем». «На Афоне живут одни святые, Избранные рабы Христовы», — Начал говорить Семен. «Из них некоторые видели там Матерь Божию, А другие до самой смерти свои видят ее И беседуют с ней. Так мне передавали те, Кто был на этой святой горе. «Вот бы тебе, моя ягодка, Отправиться туда. Я думаю, что ты там будешь». «У меня, дедушка, паспорт только на три месяца дан, И денег только один рубль имею». «Ягодка моя, Если угодно Богу, То Он все тебе даст, И ты будешь на Афоне. Ты помнишь, что тебе сказал Отец Иосиф в Задонске? Он предрек тебе быть на Афоне. Афон — жребий Божией Матери, Ты будешь на Афоне, Так мое сердце говорит мне». Дальше я не мог вслушать. Я упал к ногам Семена И горячо стал просить его, Чтобы он помолился обо мне, Царица Небесной. Видя меня лежащим у его ног, Семен заплакал, как ребенок, И, поднимая меня, говорил, «Я верю, что в нынешнем году Будешь на Афоне, Но оттуда вернешься опять в Россию». Вошли мы в село, Переночевали. Утром рано опять пошли дальше. Удивительное дело, Чем дальше идем, Тем я все более и более восхищаюсь Творением живого Бога. Всякий человек, Всякое животное, Букашки, кузнечики, цветы, Всякая травка, Так мне близки, родны, Что я даже целовал их, Как своих родных братьев и сестер. Радостно мне было тогда. Как-то во время этого пути Семен заболел. Мне было очень жаль его. Я достал ему молока, Попросил крестьянина Истопить для него баню. Крестьянин позволил. Я вытопил баню, Наносил воды, Нагрел ее И повел Семена в баню. Выкопал я его, Попарил как следует. И на другой день Семен мой был здоров. Так мы шли с ним в Киев. Каждый день мы в поле Молились Богу. Каждый день мы в поле Беседовали о Боге, О Царстве Небесном. Легко было у нас на душе. Мы чувствовали себя владыками, Царями на земле. Вся природа как бы ликовала с нами. Я особенно хорошо чувствовал себя, Когда приходилось идти нам по полям и лесам. Будили мою душу жаворонки, соловьи, Дрозды, щеглы, журавли, Вообще все птицы животные, Леса и травы, А ночью звезды небесные. Шли мы так 20 суток. На 21 дне вступили мы в Киев. Здесь меня особенно поразило Лаврское пение. Мне казалось, Если бы дьявол Хотя бы один раз заглянул В Успенский храм этой лавры, То он, услышав лаврское пение, Наверное покаялся бы. В лавре я пробыл только несколько дней. Семен мой, Посетив все святыни города Киева И распростившись со мной, Отправился обратно домой, А я остался в Киеве. Пробыв еще несколько дней в лавре, Я горячо молился к Господу, Богу, И решился пешим отправиться в Одессу, А оттуда и на Святой Афон. Это было в начале так июня. Шел я больше по железной дороге, Так как боялся заблудиться. Шел я один. Нужно сказать, Что от самого Киева И до самой Одессы Я чувствовал себя еще глубже Утопающим в безбрежном океане Любви Бога ко мне. Любовь Божия Ощущается только Любовью сердца к Богу. Ох, как хорошо любить Бога! Я никогда не забуду Этих злотых дней моей жизни. С самого раннего утра Еще до восхода солнца Отправляешься в путь. Сладко становится на душе. Пшеница, овес, рожь Как море колышутся в то всводну, То в другую сторону. Жаворонки поют, Ласточки, как фейерверк. Возле и около тебя летают, И ты идешь, как властелин, Переступаясь ноги на ногу По дивному, развернутому Перед тобой разноцветному ковру Чудной, пахучей, мягкой зелени. Ах, дивны дела Божии! Были дни и ночи, Когда я окончательно умирал От любви к Богу. Все частички души и тела моего Были охвачены пламенем Любви ко Христу моему. Одно слово «Христос» Бог моментально делало меня Новым существом. У меня было с собой Русское Евангелие. Ежедневно, Среди хлебных полей, Садился я на песок Или на какой-нибудь холмик, Покрытый зеленью, И принимался горячо читать Эту божественную книгу. Читая Евангелие, Я приходил в такое Торжественное состояние души, Что откладывал Евангелие И предавался молитве. О, как тогда близок Был ко мне Христос! Я его ощущал в себе, Ощущал во всех формах природы. Все как будто бы говорило мне, Христос во мне. Так говорили поля, Леса, Травы, Цветы, Камни, Реки, Горы, Долы, Вся тварь. Все становилось Его храмом, Его обителью. Не было такого предмета, Малого и великого, Чистого и нечистого, Где бы я не ощущал Своего Господа. Мне тогда казалось, Что в одном грехе Нет Христа, А все творение, Весь мир, Храм, Носитель Христа. Были дни, Когда у меня От сильной любви к Богу Пропадал аппетит, И я ничего не хотел Ни пить, Ни есть. Однажды как-то Шел я лесом И увидел Дикую козу С маленьким козленком. Я уже дальше Идти не мог, У меня подкосились ноги. Я еле свернул с дороги, Пал на колени, И опять полилась Моя молитва к Богу. И несколько часов Простоял я тут На одном месте. Эти дни Моего путешествия В Одессу Были самыми Торжественными Денями В моей жизни. Были в это время И светлые ночи. Я неоднократно Целые ночи Проводил В торжестве духа. Ночевал я Больше в поле. Но вот В каком-то местечке Встречаюсь Я с полицией. Пристав спрашивает Кто я Откуда И требует Вид. Когда он узнал, Что я иду Пешим на Афон, То так и Покатился Со смеха. Затем он Повел меня К себе На квартиру. Здесь Он вторично Спросил меня И я Сказал То же самое. Но он уже Не смеялся, А напоил меня Чаем И дал Двадцать копеек. И пошел Я дальше. Помню, Что с этого дня И до самой Одессы Я не ночевал В домах, А все в поле. Нужно сказать, Что я почему-то За эти дни Стал избегать людей. По два, По три дня И ничего Во рту не имел. Но чувствовал себя Совершенно здоровым И сильным. Через пятнадцать дней Я наконец Добрался до Одессы. Как только Я стал подходить К Одессе И увидел Море Я его никогда Не видел. То душа моя Опять забилась Ключом радости. Я весь В слезах Смотрел На это море И все Шептал Господи Ты все можешь Проведи меня На Афон. Ступив В самый город Я прежде всего Стал расспрашивать Где Пантелеймоновое Подворье И мне указали его. Когда я пошел На ту улицу Где находится Подворье То прежде всего Один бедняга Увидя Увидя Что я деревенский Мальчишка Схватил у меня Мою последнюю Шубенку И убежал с ней Я ничего ему Не сказал Хотя и жаль Было Шубенке Прихожу я На подворье Монахи Видя меня Таким Замухрышкой Заинтересовались Мною Стали Стали Расспрашивать И когда Узнали Что я Хочу быть На Афоне То Одни Смеялись Надо Мною Другие Смотрели На меня Как на Ненормального Мальчугана Только Один Приласкал Меня И сказал Серьезно Что я По своей Крайней Молодости А затем Как Беглец От родителей Хотя бы Имел И деньги И документы Все равно На Афоне Быть не могу Эти слова Монаха Как громом Сразили меня Я заплакал Настала ночь Я от тоски Ни пить Ни есть Не мог Когда все Паломники Полегли спать Я вышел Из этой комнаты И в молитве Начал Изливать Свою тоску На зари Я вернулся В ту комнату Где мне было Отведено место Среди других Паломников И лег спать Во сне Вижу икону Святого Повеликомученика Пантелеймона Утром Встал И отправился По городу Искать себе Какую нибудь Работу Все Кому я не обращался Смеялись Надо мною А у меня Слезы Так и катились По щекам Ну вот Не помню На какой улице Подошел Ко мне Один господин Довольно Прилично Одетый И видя Что я Так горько Плачу Спросил меня Мальчик О чем Ты так сильно Плачешь Я рассказал Ему Все подробно Как я ушел От родителей Как дошел До всего места И как я хочу Быть на Афоне Выслушав меня Господин Вел меня В свой дом Сел за письменный Стол Написал мне Прошение На имя Градоначальника Зеленого И велел Мне взять Свои документы Вложить в это Прошение И отправиться Сейчас же Градоначальнику Я так Я так и сделал Прихожу Градоначальнику Когда Градоначальник Увидел меня То засмеялся Тут же Взял от меня Прошение И начал читать Потом По телефону Попросил Настоятеля Пантелейминовского Подворья Явиться к нему Когда Настоятель Явился Градоначальник Указал ему На меня И велел Отправить меня На счет Монастыря На Афон Боже мой Какую радостью Тогда Наполнилось Сердце Мое Я не знал Как и благодарить Господа Бога За его ко мне Великую милость А паломники Один перед другим Спешили Расспрашивать меня И все Удивлялись Проведению Божию Свершившемуся Надо мной На следующий день Я вместе с паломниками Отправился В Константинополь Море На меня Мало Произвело Впечатление Но вот На третий день Рано утром Я увидел Город Необыкновенной Красоты Константинополь Меня особенно Поразило его Местоположение И бесчисленное Множество Миноретов В Константинополе Мы пробыли Дней пять И за это время Обошли почти Все святые места Сильное Неотразимое Впечатление На меня Произвел Храм Святой Софии Здесь я Плакал Но слезы мои Были тоже Чувством Всеподавляющего Страха И величия Всего Святилища Господня Я не скорбел Как другие Что этот храм Стал мечетью Я с этим В душе своей Смирился Зная что и мечеть Есть храм Божий Был я также В турецких монастырях Где как-то странно Вертятся Дервиши Наконец Наступил день Нашего выезда Из Константинополя Прямо на Святой Афон Ехали мы Несколько дней Когда мы Стали подержать К Афону То я не мог Равнодушно Смотреть На это Святое место Ноги Мы дрожали Сердце Билось Боже мой Заговорил я Сам себе Вот Где живут Святые Вот Где Царица Небесная Появляется Своим Праведником Вот Где почивает Благодать Божия Появились На нашем Пароходе Афонские Монахи Стали Нас Приглашать К себе И я С другими Паломниками Отправился В Пантелеймоновский Монастырь Здесь Мне Не понравилось Монахи Как-то Холодны В своих Между собой Отношениях И это Мне в них Не нравилось Из этого Монастыря Я отправился В Андреевский Монастырь И вот Здесь Мне Очень Понравилось Андреевцы Почему-то Обратили На меня Своё Внимание Особенно Иеросхимонах Мартиниан Затем Иезекииль Варнава И сам Настоятель Великий Феоклит Этот Феоклит Был Величайшим Монахом В своей Обители Он был Необыкновенно Кроток И смирен Сердцем До него И после него Равного Ему Не было Настоятеля Всей Святой Обители Меня Почему-то В этой Обители Назвали Японцем Я предполагаю Что это потому Что у меня Как-то Губы Выделялись По одним Мне дали Афонсу Такую Странную Кличку Когда я Стал уже Числиться Послушником Всей Святой Обители Когда Стал Исполнять Клиростное Послушание То душа Моя Как будто Чем-то Стала Наполняться Добрым Святым Светлым Я Ежедневно Ходил К отцу Мартиниану И открывал Ему Все свои Мысли И чувства Молитва В то время Очень сильно Была Во мне Каждый день Я словно Развивался Рос Совершенствовался Расширялся Но Несмотря На все это Я чувствовал Что мне Недостает Прежней Природы Вскоре Я заболел Ангиной Несколько Раз Сам Настоятель Отец Феоклит Посещал Меня Больного Через Две Недели Я Поправился А затем Меня Спустя Некоторое Время Отправили В Константинополь Здесь Я был Поваром И тут же Учился Греческому Языку Эллинской Премудрости В Константинополе Монахи Меня Любили И любили Горячо Часто Ходил Я тут По разным Святым Местам Раз Пошел Я в Софию И встретил Кучку Мул Мулы Обступили Меня Два Из них Хорошо Говорили По-русски Я Вступил С ними В дружескую Беседу И они Мне Рассказали Что Здесь В Симхраме Гремели Когда-то Речи Святого Иоанна Златоуста И эти Слова Мулы Так Сильно На меня Подействовали Что Я с Этого Момента Почувствовал Какое-то Тяготение К проповедничеству Я горячо просил Господа Бога и Царицу Небесную, чтобы и я стал проповедником. С этого времени я стал читать Священное Писание, Святоотеческие книги, творения Отцов Церкви. Более других я любил Оригена и Василия Великого. В Константинополе я прожил несколько лет, затем вернулся опять на Афон и снова предался подвижнической жизни. Однажды, по День Святой Троицы, после долгого стояния церковной службы, я вижу очень реальный сон. Вот перед моими взорами развертывается какой-то дивный сад, изрытый грядами. Эти гряды, подобно волнам, одна за другую тянутся цепью. На этих грядах растут необыкновенные красоты цветы, а между ними ходят мужчина и женщина. Каждому цветку подойдут, локлонятся и поют «Рай мой, рай мой». Я проснулся и тут почувствовал, что я где-то был. С этой минуты я трое суток не пил, не ел, а только от какой-то внутренней радости беспрестанно плакал. Отец Мартиниан, видя меня в таком состоянии духа, радовался. Жизнь моя на Афоне, при всех моих стремлениях к духовному подвигу, встречала в сов небольшие соблазны. Они появлялись главное в том, что у афонсов больше самого дьявола боятся национального безразличия. Для малороса – великоросс сатана, а для великоросса – малоросс демон. Кроме того, они все, еще хуже того, разделяются на губернское, уездное землячество. Другой соблазн – построенный в больших городах-подворья, где монахи совершенно погибают. Третий соблазн – самый коренной – деньги, деньги и деньги. Я не раз с некоторыми монахами пытался откровенно побеседовать об этих соблазнах, но всегда приходилось им уступать, потому что они приходили в озлоблении. Больших подвижников я не видел там. Если приходилось сближаться с некоторыми подвижниками, то я скоро в них разочаровывался. Разочаровывался я в них потому, что у них, как я замечал при всех их духовных подвигах, отсутствовала нравственная сторона в жизни. Особенно это было заметно по отношению к ближним. Так я прожил некоторое время на Афоне, а потом настоятель решил меня отправить в Петроград, тоже на подворье. Тут я случайно познакомился со старейшим келейником, митрополита Палладия, и он представил меня митрополиту, а последний на свой счет отправил меня в Сибирь, в Томск, к епископу Макарию, а епископ Макарий – к начальнику Алтайской духовной миссии. Этой первой главой заканчиваются золотые годы моего детства. Отсюда наступает новая эра моей жизни, эра от света к мраку.